Здесь хотят убить ивреев всех. Геноцидальный садизм — это то, что можно обозначить, что они творили в кибуцах с телами-семьями. Никто не хочет потом сделать из ивреев мусульман, никто не хочет превратить их в рабов. Их хотят убить. Вот кто меньше всего, меня удивляет, это Россия. Давайте вернём всё в зад. Вот это тот самый случай, когда в зад вернулись всё самое страшное, что было в Советском Союзе, включая и всех этих друзей-упырей. Во многом Путин сегодня такой, потому что требовал народ сделать. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики нашего канала. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И как обычно, каждую неделю мы встречаемся с хорошими людьми в нашей виртуальной студии. Сегодня у нас гость из Израиля. Это Ян Ливензон. Ян, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Ксения. Всем привет, вас смотрят. Очень рада вас видеть. Я думаю, что для наших российских зрителей надо сказать отдельно, что это человек, скажем так, эпохальный для отечественного телевидения, для отечественного шоу-бизнеса. Я имею в виду для российского и для советского. Поскольку вы наверняка помните и знаете Яна как одного из лидеров знаменитого, легендарного КВН-ного собрания под названием «Одесские джентльмены». Потом было «Джентльмен-шоу». Ну и скажу, что уже больше 30 лет Ян живёт в Израиле. Хотя, как я понимаю, Одесса и Украина в его сердце, потому что куда от этого деться. Тем более, наверняка, там много и близких, и родных. Но сейчас вот такой страшный год, что попали мы в такие ужасные щипцы между двух войн, между войной, которую ведёт Россия против Украины, и теперь война, которую открыл против Израиля Хамас. И этот страшный мир, который пытается уничтожить страну, и государство, и нацию. Скажу, что по поводу сделки, так называемой сделки с Хамасом, это очень важный момент. Те, кто не знает, сообщаю вам, что, как я поняла, на 24 часа переносится начало обмена пленными, заложниками. С чем это связано, пока непонятно. Многие говорят, что Хамас тянет время. Но вполне возможно, этим людям верить нельзя. Мой первый вопрос к вам. Именно по новостной повестке, Ян, насколько я понимаю, не все в Израиле, не все единодушно поддерживают, вот, ну, как это назвать, или это уступка, или это последняя попытка освободить хоть кого-то из заложников. Как вы относитесь к этому соглашению с террористами? И как вообще в обществе это событие воспринимают? Ну, во-первых, еще раз хочу сказать здравствуйте, Ксении. Я хочу сказать, что вы мне сделали большой очень комплимент, потому что у вас действительно замечательная компания. Я по возможности смотрю вас и тех людей, которые вы приглашаете. И не говоря о себе, до сегодняшнего дня у вас действительно замечательные люди, так что громадное вам спасибо. Что касается того, о чем вы говорите, обмена пленных на черт знает кого, вот, конечно, разделилось, но я бы не сказал, что критически так прямо разделился Израиль, как у нас часто бывает, да. В основном, конечно, все понимают, что это тот случай, когда здесь правильного однозначного решения просто не может быть. И до сегодняшнего дня тот обмен, который был с Геладом Шалитом, это капрал израильской армии, которого в 2011 году обменяли на 1027, или 1037, извините, я не точно помню, заключенных израильских тюрьмах, причем больше половины из них, это были те люди, у которых была кровь на руках, то есть те, которые убивали. Сейчас ситуация немножко другая, все-таки мы пытаемся поменять один к трем, и есть условия, там тоже отпускают в общем-то молодых очень людей и женщин, вот, называется это дети, женщины у них, но у них дети точно такие же террористы, там, 15, 16, 17 лет, он может быть полноценным убийцей, но это не тот случай, как я сказал, все-таки здесь тех людей, которые связаны с убийствами, не отпускают и выпускать не будут, всякое изучение на сегодняшний день, что касается, что эта сделка действительно была отменена фактически в чеша в 12 часов ночи нам объявили всем, что переносится обмен, ну, у нас не говорят насколько, наверное, для того, чтобы не сглазить, потому что правильно сказали, с этим обменем невозможно как-то договариваться и придерживаться того, что они сказали, но есть, конечно, да, есть люди, которые считают, что это неверное решение, ошибочное, ну, я скажу так, что подавляющее тужество, несмотря на то, что они все знают и все понимают и понимают, что может быть и что здесь дело не только в том, что меняются заключенные арабские, значит, палестинские на наших мирных жителей, это все как бы приправа, это гарнир, а самое главное то, что они хотят, это остановить боевые действия на минимум на четыре дня, видимо, они планируют что-то и дальше, чтобы, потому что они предполагают, что если будут еще те, кому они соизволят менять, захотят, согласятся применять, то это тоже будет еще продлеваться остановки боевых действий еще на сутки, еще на двое суток, и еще там тоже такая немаловажная деталь, что каждый день шесть часов из двадцати четырех, значит, невозможно будет контролировать высоты специальных самолетов, вертолетов, то, что происходит в секторе газа, и многие боятся, что это основная проблема. За тридцать лет жизни в Израиле наверняка у вас выработался какой-то свой алгоритм жизни, вот к чему труднее всего было привыкнуть. Я так понимаю, что да, это все равно страна, которая постоянно подвергается ракетным ударам, атакам, провокациям, терактам, и судя по тому, что я вижу, как реагируют как старые, так и новые репатрианты, это очень быстро к этому привыкаешь, и внутри себя для себя что-то решаешь, какой-то стиль поведения. Как вы к этому привыкали, и вот за эти годы, за эти десятилетия были ли ситуации, когда вот так было страшно, или когда до такой степени было обострено, обострена ситуация, как сейчас? Ну, действительно, да, я живу с 91-го года, вот 32 года уже было, но дело в том, что, может быть, я не типичный Оле-Хадаш, как называется, вы знаете, человек, который сюда приезжает, потому что я все время хотел в Израиль, вот я хотел именно в Израиль, у меня не было вопроса там, да, я хотел уехать, я хотел уехать еще, будучи, как говорили, в Одессе, пацаном, мне все время хотелось, но я вот хотел именно в Израиль, дело в том, что у меня верующий был дедушка, который меня воспитывал, у меня не было отца, была мама, и был ее папа, и он был моим, как бы, папой, и дедушка, и в общем все, он был человеком верующим, и не то, что он мне там что-то специально как бы пропагандировал, говорил, что вот надо, но я в какой-то момент захотел уехать, поэтому я осознанно ехал, и я всегда понимал, что Израиль мне нужен намного больше, чем я Израиль, вот это я понимал, и с этим мне было в общем достаточно несложно, поначалу, конечно, тяжело очень привыкнуть к тому, что были, тогда были взрывы, если вы помните, были самоубийцы, которые всегда заходили в автобусы и убивали, это было очень тяжело, и это было очень страшно, я вам скажу, по-моему, страшнее, чем сейчас, мне кажется, что я не могу вам придумать, конечно, можно, чтобы соврать, но не хочется убрать, но это было там 20 лет тому назад, даже больше, и тогда было вот действительно очень страшно, потому что дети, дети у меня две дочки, и одна дослужилась до майора в израильской армии, вторая служила в полиции, тоже все время была, она должна была кого-то останавливать, и я все время говорил, уже пусть едут, не надо останавливать, нет, это все как-то так будет, и вот это вот, за это очень боялись, когда вот дети, дети были к этому причастны, очень серьезно, вот, и сейчас, вы понимаете, сейчас что происходит, сейчас как-то вот страна в одном каком-то порыве, вот все как бы, и я уверен, что вы знаете, это не хуже, чем да, вы смотрите, беседуете, у вас есть друзья, и вы бывали в Израиле, раз вы понимаете, что происходит, сейчас вот то, что они сделали, 7 октября, такого, конечно, никогда не было, все об этом говорят, люди, которые здесь с 48-го года, даже больше, такого никогда не было, и вот сегодня приехал как раз Камерин, это бывший, Дэвид Камерин, это бывший, министр Англии, сегодня это министр иностранных дел, и вот я слушал его сегодня, вот как раз перед тем, как мы с вами говорим, он говорит, я такого никогда не видел, и такое никогда не могу забыть, вот, но это так, это безусловно так, и вот этот фильм 47-минутный нам показывают, и, видимо, они знают, что они делают, почему они показывают его, но это, конечно, все ужасно, и все эти истории, все время о них говорят, и все время их рассказывают, все люди, которые в этом участвовали, те, которые выжили, вот, но мне кажется, что за счет того чувства вот невероятного сплочения страны, все-таки как-то то, что было тогда, вот, когда взрывались просто люди, едущие в автобусе, просто передвигающиеся в поездах, это было просто невероятно сложно, я не могу сравнивать, что сложнее тогда или сейчас, но и тогда было очень плохо, ну, и сейчас, конечно, тоже очень сложно, дело в том, что, в отличие от всех других стран, которые вели войны, вот, если мы вспомним, да, даже Великая Отечественная война, там, немцы хотели поработить славян и сделать из них работу, да, там, россияне хотят, как там, деноцифицировать, там, здесь нет, здесь хотят убить евреев, всех, нету будущего, то есть, здесь никто не хочет потом сделать из евреев, там, мусульман, никто не хочет превратить их в рабов, их хотят убить, нас, хотят просто убить, вот задача, поэтому нет выхода у нас другого, как побеждать. Нет, вас не удивляет, почему, так, скажем, аккуратно, неоднозначно воспринимают сегодня все эти события в мире, почему столько каких-то антиизраильских выступлений, столько пропалестинских акций, столько антисемитских всплесков, чем вы это объясняете? Я знаю, я слежу тоже за новостями, смотрю израильские новости и вижу, как коллеги, журналисты и политики израильские признают, что да, информационную войну за общественное мнение проиграли и сейчас всеми способами пытаются все-таки эту битву выиграть. И это не только с помощью вот этого документального фильма, который показывают на закрытых показах для журналистов и дипломатов и политиков и лидеров общественного мнения, чтобы люди понимали масштаб преступления и абсолютно такой садизм, как сказал один из моих друзей, геноцидальный садизм. Это вот то, что можно обозначить, что они творили в кибуцах с целыми семьями. Но я вижу, как Израиль заботится о том, чтобы не забывали о заложниках, заботится о том, чтобы не забывали о мёртвых, о погибших. Я вижу, какие акции без конца проходят по всем городам Израиля, где портреты людей, которые находятся в заложниках, где портреты людей, которые погибли. И тем не менее, всё равно не всё так однозначно. Как вы это объясняете для себя? Я понимаю, что это возмущает. Безусловно, нормального человека это не может не возмутить. Но с чем вы это объясняете? Синя, можно я начну как евреи не слева на право? Давайте. Да-да-да, конечно. Конечно. Я по поводу информационной войны. Я хочу сказать, что Израиль не может выиграть эту войну. Это даже теоретически он не может выиграть. Но не могут, когда выходят две футбольные команды, одна играет по правилам, а другая при этом выходит с дубинами, может быть этими дубинами по голове, и при этом их не 11 человек, а 44. Слова правды нет в том, что говорит вот так сказать в этой информационной войне наша противоположная сторона, враждебная. Израиль говорит правду. У нас погибло сегодня, начиная с 30 сентября, с 30 октября по сегодняшний день примерно 70 ребят. Мы знаем каждую фамилию, каждую, потому что про каждого говорят, про каждого. Их вообще не интересует, сколько там человек погибло, чего погибло. Они рассказывают, что это мы из вертолетов убили в этих кибуцах и на этом фестивале Супернова, в этих кибуцах Бейрит, Норос. Вот это мы убили из вертолетов. Это они рассказывают, ну как можно выиграть такую войну. Кроме того, для того, чтобы понимать, что здесь происходит, нужно в Израиле на сегодняшний день нужно что-то прочитать, нужно хотя бы что-то знать или слушать вас или таких журналистов, как вы. На это нужно потратить время и как-то разобраться. На этого у них нет ни желания, ни времени. Как же мы можем победить? Не в состоянии победить. И это невозможно. И это то все время, что говорят израильские журналисты, которые понимают. Они не будут врать, они не будут говорить на белое, а черное. Я понимаю, конечно, бывает, немножко по другим углам показали, но это же просто совершенное вранье, ну просто сложнее, чтобы это объяснить. Поэтому так. Что касается вашего первого вопроса по поводу того, не удивляет ли меня то количество антисемитизма, ну конечно не удивляет. Ну как же оно может удивлять? Но оно никого здесь не удивляет. Я все время говорю, что антисемитов колоссальные, количество во всем мире, я это видел, когда жил в Советском Союзе, просто есть приличные люди, ну как бы воспитанные люди, они знают, что лучше про это не говорить. В приличном обществе лучше про это не говорить, потому что ну это может как-то и повредить карьере, и вообще на тебя как-то будут смотреть иначе. Но внутри, дома, в семье, под одеялом своей жене или мужу, ну обязательно. Ну конечно. Поэтому меня не удивляет. Кроме того, когда начали запускать то количество беженцев, которые стали приезжать во Францию, в Бельгин, в Швецию, ну понятно, что лучше не будет, будет хуже. Будет хуже. И единственный способ это просто им самим задуматься о том, что может быть с ними, потому что у них же не только евреи виноваты, но и христиане тоже. Мы тут не одни. Вот поэтому нет, меня вот это совершенно не удивляет. Конечно, масштабы, я с вами согласен, какие-то невероятные, когда видишь, что в таких университетах, как Гарвард, например, или Хель, или там Кембридж, или ты видишь как бы интеллигентных людей, ты видишь как бы тех людей, на которых ты бы не подумал, вот это да, вот это немножко как-то непонятно, вот просто вот как бы непонятно, но не удивляет, вот не удивляет это точно. Но меня-то и моих близких, и тех ребят, с которыми я общаюсь, говорю, нет, не думаю, не удивляет. Не могу не спросить, конечно, про Россию, а Россия вас в этом смысле не удивляет, то, что сегодня по сути руководство российское так однозначно тот самый случай стоит на стороне так называемых палестинского государства, которого не существует, да, но тем не менее высказывается так и Владимир Путин, и многие другие, и по сути такой вот такого порыва поддержки в адрес даже и руководства Израиля не было со стороны Путина сразу. Для меня это вообще вопрос, не знаю, как вы на него отвечаете, потому что до последнего момента всё-таки отношения были вполне себе приличные между Путиным и Нетаньяхом, между Израилем и Россией, и вообще как-то это такое взаимопроникновение и культуры всего, оно сохранялось, несмотря на то, что уже шла во всю война, развязанная Путиным, всё равно Израиль в этом смысле пытался сохранить хоть какие-то связи. Сейчас я так поняла, что Путин решил их оборвать. Ну, что вы думаете по этому поводу? Ну, я думаю, что вот кто меньше всего меня удивляет, это Россия. Ну, после того, что они делают на Украине, ну, вообще не удивляет. Что касается отношений, я думаю, что там было выстроено то, о чём вы говорите, согласен, во-первых, между, в первую очередь, личных отношений, между личные отношения Путина и Нетаньяху. Я Натаньяху брал у него несколько раз интервью, и мы знакомы, ну, и так получилось, он невероятно симпатичный человек. Невероятно. Вот он, ну, я придерживаюсь традиционных взглядов, что касается отношений мужчины с женщиной, но я думаю, что мне кажется, что женщине очень тяжело выстоять перед ним. Вот, он невероятно остроумный, он невероятно умный, он из отрицающей совершенно семьи, вот его папа написал еврейскую энциклопедию, его старший брат погиб в Интебе, его еще один брат драматург, в общем, и он вот воплощение, он взял от всех вот то, чего, еще раз, я про политику не говорю, немножко другое, я говорю о личных качествах, я уверен, что встречаясь с Путиным, они сумели найти какой-то он сумел как-то найти к нему подход, в общем, они были в хороших отношениях, это я знаю точно, в человеческих хороших, и видимо, Наталья бы посчитал, что если он будет вот не сильно помогать Украине, а так вот немножко быть беременной, чуть-чуть, знаете, не сильно, не совсем, то вот в таком случае ему это поможет, не помогло, вообще не помогло, никак, и я думаю, что то, что вот он сейчас получил по полной программе, я думаю, что для него это серьезный удар, так мне кажется, потому что так нахально просто по-хамски принимать Хамас, вот просто, знаете, вот совершенно ничего не боясь, совершенно спокойно, понимать, не думая о том, что так, это же твой, ну, может быть, не близкий друг, но это твой товарищ, с которым ты, как бы, как вы правильно сказал, налаживал какие-то отношения и человеческие, и политические, нет, ну, меня как бы после Украины вообще ничего удивляет, что касается России, это... Ну, вы видите, какие друзья теперь появились у России, все, знаете, как, есть такой художник у нас в России, Вася Ложкин, может быть, вы слышали, который пишет такие карикатуры жесткие, и одна из его картин называется «Вернем все в зад». Вот это тот самый случай, когда в зад вернулись все самое страшное, что было в Советском Союзе, включая и всех этих друзей-упырей по всему миру, самые отбросы сегодня собирает Россия. Я думаю, что это главная причина, почему они готовы уже обниматься с Хамасом, а потому что других нет, не на кого больше рассчитывать. не могу не спросить вас про Украину, конечно. Я перед нашим сегодняшним эфиром посмотрела ваш разговор с Сергеем Сивоха, уже, к сожалению, ушедшим из жизни, совершенно потрясающим человеком, настоящим патриотом Украины, и поняла, что для вас это тоже был очень тяжелый момент, когда все это началось 24 февраля 2022 года, учитывая, что, как я поняла, ваш зять работает там, как вы сказали, на серьезной работе, и он-то точно, точно не сомневался, что это будет. Как вы это встретили? Я, честно говорю, вам повторю то, что я говорил с Сережей, что я до последней минуты, до 23 февраля, я был уверен, что ничего не произойдет. Но такого, был просто убежден. Мой зять, который, действительно, он в полиции работает, он офицер, с носок влеченом, и он мне все время говорил, еще, например, в январе, когда Путин, вот эти знаменитые кадры, когда он сидит один на Олимпиаде, если вы помните. В одеяле в каком-то. Да-да-да. За светом. Он говорит, ты что не понимаешь? Ты не видишь. Обязательно будет война. Обязательно. И дочка моя говорила, Дима, ты встань там. То есть, для меня это было все равно. При том, что мы не все время про это говорили, когда он это вспоминал, то, конечно, говорил о том, что война будет обязательно. Для меня это было совершенно неожиданность. Я совершенно, и для меня это, конечно, невероятная боль, потому что, вы знаете, в первую очередь, потому что там погибают люди. Это в первую очередь, это вообще стоит отдельно. Это отдельно. Вот. А на втором месте, потому что меня поразило, это народ. Это вот российский народ. То, что я вижу, то, что я вижу в интернете, там, в телеграм-каналах, и я просто совершенно поражен был. И вначале я еще как-то немножко заглядывал в телевизор и видел людей, которым как бы я, ну, вот как-то вот, ну, не обязательно я их знал, но я к ним как-то относился с каким-то уважением. Я даже имена не хочу называть. Вы их прекрасно всех знаете, и многие отличают от меня лично, но для меня это было просто ужасно. Понимаете? Все не так однозначно, это еще ничего. О, это еще более-менее. Ну вот, они же действительно бандеровцы, еще, я люблю, они говорят, бандеровцы, очень, да, или там, Донбасс, вот эти все. То есть люди, то, о чем я говорил, они даже не досужены посмотреть, что там происходит, почему это происходит. Причем как-то люди какие-то, которые выступают по телевидению, да, которые там что-то рассказывают, некоторые поют, и вот вдруг, в один день они пригляделись, ну вот непонятно во что. Я понимаю этих людей, ну для меня, например, абсолютно геройским человеком является Максим Галкин, ну просто герой, потому что человек, который оставил столько в России, мало, сколько было, но так, чтобы оставил, но есть и люди, которые хорошо, не обладают такой силой, такой мощью, таким напором, как Максим, но которые просто перестали, там, Тамара Гусетеля, которая перестала петь, не нужно обязательно, у тебя нет сил, не обязательно отвечать, там, ура, там, ну просто замолчать. Не участвовать. Не участвовать в этом, нет. Нет, вот это для меня было совершенно поразительным. Я ни с кем не общаюсь из России, просто вот вообще, ни с кем, у меня есть один, может быть, два человека, ну, которые там мне присылают, какие-то там, знаете, вот в интернете любят присылать, какие-то там смешные, там, мужу ехал в командировку, ну, такого уровня, я даже не отвечаю. Правда, потому что, ну, я понимаю, они боятся, они люди уже не молодые, им тяжело там, они где-то себе в стороне стоят, они стараются ни в чем не участвовать. Я понимаю их. Не то, что не осуждаю, я просто понимаю, но все, которые вот, вот этот, ура, вперед, вот это для меня было совершенно неожиданно и очень больно. Вы знаете, я еще поняла одну вещь, что географическое происхождение не имеет никакого значения. Это вообще удивительно. Вот вы вспомнили про Пугачеву, которая не имеет никакого отношения вообще к Украине, да, и рядом с ней одесситка Лариса Долина, вернее, не рядом с ней, а напротив, противоболожная сторона. Нет, нет, я вас должен перебить, Лариса Долина не одесситка. Так. Лариса Долина родилась в Баку. А вот кого я хочу приобщить? А почему она считает себя, как-то все привыкли, что она как бы с Одессой? Из Одессы, из Одессы одесситка. Это какой-то такой образ, она может быть какое-то время там жила и работала. Вы знаете, как очень часто вы видите, как играет одесситка, вот так и про Ларису Долину. Про Ларису Долину все одесситы знают, что она не одесситка, она родилась в Баку, она в молодости жила, да, в Одессе, и делала там в ресторанах, там да. Ну, слушайте, она способный человек ничего нельзя сказать, она хорошая пулица. Но это все в прошлом, сегодня даже имени такого как-то не очень лично говорить. Вот я хочу сказать о вас тоже, самое, что я пугачиваю, что же москвичка? Я вообще, я не украинец, я не еврей, но я украинец и я еврей. Вот я вот так про себя говорю. Потому что по-другому быть не может сегодня, понимаете? И для меня это загадка. Но повторю, я не знаю, согласны вы со мной или нет, пусть к черту Долину, что географическое положение не имеет значения. Посмотрите, я вам другого назову человека. Вот это точно. Юрий Башмет, который вообще был почетным гражданом города Львова. Просто. Понимаете? Или Григорий Алексеевич Явлинский, который тоже, извините меня, львовянин. Ну, про одесситов я молчу, их много. К сожалению, проявили себя очень плохо. С моей точки зрения, просто очень плохо. Неплохо. То есть, кто плохо себя проявил, а вот и действительно себя проявили в этом плане. Очень плохо. Абсолютно с вами согласен. Я это много раз говорил, что никакого отношения к твоему происхождению, твоя позиция не имеет. Никакого. Это точно так же, как сегодня себестоимость не имеет никакого отношения к цене. Просто никакого. Вот так и здесь. Вот совершенно так с вами. Совершенно согласен. Потому что я знал очень многих людей, которые родились в Украине. Ну, вы говорите о больших людях, знаковых, известных. А мы, я знаю просто простых, которые родились в Украине, приехали сюда, в Израиль. И такое говорят, что, ну, поначалу говорили, теперь уже, конечно, выработан этот алгоритм общения. И тут лучше всего вообще не говорить, потому что это не имеет никакого смысла. Вообще никакого. Но это все, конечно, ужасно. Ужасно. И народ, еще раз говорю, что во многом Путин сегодня такой, потому что это и был народ сделан. Вы думаете? Не наоборот? Мне кажется, что там какая-то произошла какая-то удивительная точка взаимных объятий, могу сказать так аккуратно, что что-то они угадали друг в друге, подавляющее, увы, большинство россиян, и Владимир Путин. Как-то они друг друга нашли. Потому что все, кто уезжает, все, кто не согласен, все, кто в тюрьмах сидит сегодня из России, или те, кто успел уехать, это все-таки очень маленький процент людей, как ни крути. А основная часть, вот эти опоры режима, ну, вы их видите, что это такое. И они были всегда. Просто, может быть, в то время, там, не знаю, во время перестройки они все притихли, что поняли, что сейчас не их время. А потом они начали потихонечку вылезать. Вот вылезли в 91-м, в августе. Потом вылезли в 93-м, вот этот так называемый попытка красно-коричневого переворота. А сейчас вот они гуляют по буфету. И все. Ну, я думаю, что да. Я соглашусь, тем более, что мы закольцевали разговор примерно то же самое с антисемитизмом. Да, да, да. То есть как-то так притихли, а тут вот же оно, вот же оно. Это ж, вот у меня эта фраза, этого человека, я не знаю, как его фамилия, которого взорвали, который говорил, будем убивать, насиловать то, что мы любим. Владлен Татарский, по-моему. Я далеко от мысли. Владлен Татарский, татарский, да? Военкор. Ну, и вот этот статус сегодня, да? Так, я говорю, что вот же, я далек от мысли, что все такие, конечно, нет, но очень многих вот это вот проявилось, когда все можно, это же, это уже, ну, это просто, ну, не знаю, для меня это было, еще раз говорю, я просто себя в своем преклонном возрасте просто почувствовал просто пионером в коротких штанах, потому что вообще ничего не угадывал, ну, просто вообще ничего не понимал, ни с войной, ни с людьми, которые вдруг начали мне такое рассказывать, что, ну, причем они же не хотят слушать, это же не разговор, конечно, мы с вами, и вы знаете, это в сто раз лучше меня, что никакая истина в споре не рождается. Истина может родиться, когда мы с вами говорим, ну, если любим друг друга, это идеальный вариант, ну, хотя бы, когда уважаем и даем друг другу сказать. Ну, вот так вот кажется мне. Тогда скажите, неожиданный совершенно переход, все-таки, в чем тогда смысл и роль, там, не знаю, искусства, литературы, вообще какой-то гуманитарной составляющей человечества, если все равно мы сейчас находимся в точке абсолютного безумия, падения в какую-то яму средневековую, даже назвать невозможно, с чем можно сравнить сегодняшнюю ситуацию и вот связанную с войной, которую объявил Хамас Израилю и с войной, которую ведет Путин против Украины. Как это? Невозможно это было предотвратить не в политическом смысле, а в другом, в каком-то, вот гуманитарном. Как вам кажется? Ксения, вы глубоко очень копаете, очень глубоко. Конечно, жизнь показала, что гений и злодейства это, конечно, очень совместные вещи, просто часто очень рядом идущие. А что касается, как мне кажется, искусства, театра, кино, это воспитывает, безусловно, человека. Но еще раз говорю, я все время сегодня с вами, извините, что повторяюсь, но для этого же, для того, чтобы что-то понять, надо же эту книжку прочитать. Ну, нужно же в этот театр сходить. Невозможно же смотреть только там боевики. Послушайте, мы с вами тоже любим боевики, почему нет? Посмотри, но не только же боевики. Но мы когда-то и книжку какую-то, не дай бог, можем прочитать. В театре. А то и написать даже. А то и написать даже. И таких людей очень мало. Оказалось, что таких людей очень мало. Я думал, что если взять, ну, как-то посчитать, то я думал, что подавляющее большинство россиян вообще никогда не были в театре. Никогда. Ни один раз. Никогда. И последнюю книжку, которую они читали, это была репка, которую прочитала и то не мама, а соседка, наверное, скорее всего, на которую его оставили, и вот она не прочитала. В любом деле нужно, ну, какой-то труд прилагать для того, чтобы что-то понять, для того, чтобы что-то узнать. Невозможно. Это же не случайно вот эти вот, о которых вы говорите, замечательное слово, а вот же эти упыри, которые появляются. Они же не с луны прилетели, они же рядом с вами все время были. Поэтому я думаю, что, к сожалению, к большому, к великому сожалению, вот искусство, о котором мы привыкли говорить, театр, балет, я не знаю, там, опера, очень маленькую роль играют. Очень, очень маленькую роль. То есть, они играют роль для тех людей, которые и так, в общем-то, личные. они в школе как-то нормально, в общем, учились. Потом где-то, не обязательно в институте, в каком-то там колледже, в нашем, в нашем, Но что-то они привыкли получать путем, ну, приложения труда какого-то, ну, что-то там почитать, что-то написать, с кем-то поговорить, послушать кого-то, не перебивать. И сразу, Вася, ты не прав, сразу в морду. Сразу в морду. Да, сразу как-то почувствовать. Я всегда своим детям говорю, учитесь слушать, потому что у нас же есть чисто еврейское, для нас евреям не так важно получить чужую информацию, как нужно быстро избавиться от своей. Я говорю, меняйте, меняйте. Потому что, когда вы слушаете кого-то, вы получаете, а когда вы говорите, вы отдаёте. Это непросто. И этому, конечно, нужно учиться. Но, к сожалению, с искусством, да, произошла беда, собственно, точно так же, как и с такой наукой, как история. Но неважно, история среднего мира, история древних веков, история современная. Моё счастье, я заканчивал физико-математическую школу. Поэтому историю я учил только для того, чтобы не иметь тройку в табле, для того, чтобы хотя бы была четвёрка. Но нет никакой истории, Ксения. Никакой истории нет. Это всё придумали какие-то дядьки, скорее всего, упыри. Ну, кстати, те, кто придумал, и те самые упыри, про которых мы сейчас с вами имеем в виду, это люди, которые очень много книжек читали. Очень. Ведь управляют вот этими толпами, этими массами, этими садистами, которые на бульдозере пересекали границу между Газой и Израилем, и врывались в кибуц с ножами. Этими людьми управляют очень даже образованные люди, которые много чего читали, много чего знают, на иностранных языках говорят, и историю прекрасно знают. Да, есть такое дело, конечно. Но, да, безусловно, такое есть, и тем страшнее вся эта история, потому что, ну, это вообще, об этом говорить нечего, но даже, если мы вернемся к истории, то вот, конечно, когда сегодня там выпускается там в России, я слышал новые учебники, да и те учебники, по которым мы учили. Ты же сегодня, когда видишь войну в Украине и войну сегодня у нас, ты понимаешь, что то, что мы учили про Великую Отечественную войну, или там про революцию, или про Первую мировую войну, это вообще все придумано. Это все не так. Все было вообще не так. Я первый раз, честно, сознаюсь, скажу, я туда приехал в 1991 году, и там дочка пошла в школу, и они что-то начали учить, и они говорили, что вот... Это вот здесь уже, в Израиле, да? Да, в Израиле. Она, по счастью, тоже пошла в математическую школу, по счастью. Вот и начали говорить про Вторую мировую войну, и говорили, что тут преподают таким образом, что войну выиграли. Да, Россия, но да, вместе с Англией, да, вместе с Соединенным Штатом. Ну, я, конечно, тельняшку, как, что, чего, пока я не взял и не прочитал. Ни хрена себе, оказывается, Англия вступила в войну 4 сентября 1939 года. То есть это всё придумано. Это всё придумано. И, конечно, это ужасно. А насчёт вот того, что вы говорите об искусстве, я хотел бы с вами поспорить. Нет аргументов. Не могу. Так, да. Вы всю жизнь работаете в пространстве, скажем так, юмористическом, да, развлекательном. Как написано про вас в Википедии, шоумен, да, шоумен. Как, это понятно, кстати, это тоже очень такая интересная вещь. Я уверена, что здесь национальность как раз имеет значение, потому что никто так умеет посмеяться над собой, как не евреи. Да, это потрясающе. Я, кстати, по поводу уместности или уместности, простите, вспомнила по-моему, это «Трудные люди» называется, Зингера, известный роман про еврейский. Там, где евреи, пережившие Холокост и концлагеря, рассказывают друг другу анекдоты про Холокост. Я помню, это в «Современнике» был спектакль, я помню, что зал замер, мы не привыкли, привыкли к тому, что над этим шутить нельзя. И вдруг я поняла, что это не случайно, что тот, кто это пережил, имеет право по этому поводу шутить. Вспомните фильм итальянского режиссёра Бенини «Жизнь прекрасна», да, комедия про концлагерь. вот здесь есть какие-то границы, уместность, неуместность, вот как вы для себя это решаете? Границы. Ну, я, да, я занимаюсь очень много лет юмором, почему-то и в Одессе в те годы, ну, нас называли, всегда к нам играли КВН, нас называли клуб еврейских джентльменов на Первом канале, ну, так немножко, так, знаете, хотя это было не так, хотя это было совсем не так, и я, поверьте, Ксения, что у нас в команде было евреев меньше, чем тех, с которыми мы играли. просто... Ну, одесситы-то были настоящие? Одесситы, да, тоже не все, могу уже сегодня сказать, ну, не важно, но так вот, и с тех пор, когда я сюда уехал, я вот действительно начал заниматься именно вот юмором, в основном еврейским, ну, большая часть, ну, понятно, потому что я вырос в такой семье, я вырос в таком городе, и я живу в такой стране, где как бы все это связано очень сильно с еврейством, и как раз вот в этом году, как раз так получилось, что я был в Америке с большими астролиями, там 14 концертов один, и в Австралии, в общем, там, то есть у меня есть какой-то там сектор, он небольшой, но устойчив, как я говорю, то есть это вот те люди, которые, там не обязательно должны быть все евреи, там очень много людей разных... Это русскоязычная публика. Да, конечно, русскоязычная, да, вот, что касается того, о чем вы говорите, я все-таки, наверное, вот как-то старой формации, вот мне это очень тяжело, ну просто очень. Здесь поставили в театре, в каменном театре, поставили такой мюзикл, который назывался «Гетто». О том, как в «Гетто» поставили... Мюзикл-театре. Тоже, чем не просто, а именно мюзикл, не драматический, я не выдержал до конца. Хотя очень хорошие актеры, ну как-то мне вот очень, очень тяжело, вот как-то... И вы знаете, я укачу уже, переходя к сегодняшнему дню, вот когда мы приехали только в Израиль, и мы смотрели фильмы, связанные с войной, ну такие, как «Список Шинглера», да, и такие вообще, очень многие. Потом появился фильм «Пианист». Ну, такие фильмы. Израильтяне как-то очень осторожны к этому относятся. И вот после того, что произошло 7 октября, я это понимаю. Потому что вот сейчас уже говорят, и можно прочитать и в Телеграме, и везде, и в Интернете, что сейчас появится колоссальное количество фильмов. Ну, потому что невероятных историй, просто, ну, каждый день по израильскому телевидению кто-то, кто про это говорит, рассказывает какую-то историю, невероятные совершенно истории спасения, а иногда не спасения. И я думаю, вот сегодня я бы не хотел это видеть. Вот просто, ну, не мог бы. Что касается, не знаю, наверное, можно это сделать как-то талантливо, необыкновенно, хорошо. Ну, сегодня в искусстве происходят разные вещи, люди пробуют это и то, и я двумя руками за то, чтобы так было, чтобы люди пробовали всё, что они хотят. Но, не знаю, мне, мне очень тяжело. Ну, не знаю, я навыкновенно. Ну, вот смотрите, даже возвращаясь вот к началу, даже то, что сегодня происходит в мирном Израиле, когда, повторю, вспоминают и жертв, которые погибли, вот в том числе и проект, в котором вы принимаете участие, вот это такой виртуальный мемориал, где, могу сказать нашим зрителям, что это такой действительно виртуальный мемориал, где известные актёры, известные люди публичные рассказывают историю погибших 7 октября. Там и военные, там и мирные люди, там и дети, целые семьи. И вот героиня, про которую вы рассказываете, я запомнила, Зинаида Бейлин, которая экскурсию проводила и погибла. Я знал её. Да что? Я знал её, потому что она, да, потому что она проводила, ну, она такая была, здесь есть такая должность, называется, ну, она как бы организует для русскоговорящих всякие там встречи, мероприятия, концерты небольшие, экскурсии. Она была очень активная, всё, что, ну, там немного говорится, 30-40 секунд и таких, ну, это просто, ну, извините, что я перебил, но просто... Нет-нет-нет, мне кажется, как вы это делали, здесь еще, чтобы человек знали. Да, и когда ты знаешь, это просто очень тяжело. И я... Дело в том, что там каждый, так как погибло очень много людей, там, около полутора тысяч, и каждый из этих людей, ну, когда я записывался, записывает 10 историй. Не хватает просто, видимо, у них людей, я не знаю, этих ребят, это молодые ребята это делают, по моим меркам, молодые, до 40 лет, это вот так. Я очень попросил, чтобы мне прислали, потому что я сказал, я не смогу сразу прочитать. Ну, я не смогу. Я таки не все смог прочитать. Потому что, ну, это невозможно. Это, чтобы наши зрители понимали, с чем это можно сравнить, с акцией, мемориала, может быть, вы слышали, возвращение имен. Да. Там, где вот каждый год в день памяти жертвополитических репрессий, это было еще в далекое время, когда можно было к Словецкому камню в Москве выходить в день, в этот день, 29-го, 30-го числа. Да, читали имена. И когда вот за каждым, за каждым именем есть конкретная человеческая судьба. Но я про другое хотела сказать, сейчас мы еще вернемся, может быть, к этой, потому что в России в этом смысле происходит ужасное, что все равно все эти акции и поддержки заложников, которые, судьба их, которых еще неизвестна, и, конечно же, все надеются, что они живы. И все, что касается поминовения жертв, это все равно некая форма искусства, это некие перформансы. Я вот видела, как, давайте вспомним, это первая была акция, насколько я помню, это стол на 200 с лишним персон, который по числу заложников, накрытый стол, который ждет своих граждан, которые вернутся и сядут за этот стол. Я вижу, что придумывают каждый раз, придумывают какие-то новые формы, веревки, протянутые через улицу, на которых висят большие фотографии заложников. И, как я поняла, рядом с каждой фотографией, естественно, написано, кто это, его семья принесет какую-то вещь ему принадлежащую, майка, кофта, брюки, это что-то поразительное, это все приближает, что это делает? Это же искусство, согласитесь, я, это приближает меня к этому человеку, это не просто какое-то умозрительное, а это человек, которого я могу его потрогать, я чувствую его тепло. Мне кажется, это очень важно. Я думаю, что именно, конечно, я думаю, что именно поэтому, когда мы начинали разговор с вами сегодня, вы спросили, насколько разделился Израиль, я думаю, что во многом поэтому он не разделился. То есть, есть люди, которые считают, ну их, подавляющее душу. И еще одна вещь, которая меня просто совершенно пришибла, некоторые ребята, солдаты, которые погибли, или офицеры, это те люди, которые приехали просто защищать Израиль, которые вообще там имеют американское гражданство, или английское, или там, я не знаю, французское. И вот он приехал, или, например, он живет там с мамой своей, и у него больше нет никого. Это же молодые ребята, 20-летние, 19-22. Вот он погиб, и когда пишут, о каждом пишут, о каждом. Вот, и пишут, что, значит, похороны состоятся тогда-то. и грех быстро очень хоронят, на следующий день. И просят, значит, родственники, то есть фактически мама, больше не помню, что никого нет. И если кто-то может прийти, чтобы пришли, и приходят просто тысячи рублей. поддержать, да, и проститься. На похороны, да. Да, да. Это же. Вот я хотел вас еще спросить, поскольку у вас и внуков полно, как вообще вот дети и вот эта вот страшная израильская действительность, как они привыкают к этому, как с ними говорить на эти страшные темы, на то, что может в любую секунду произойти что-то жуткое, да, что страна, в которой мы живем, она под прицелом находится в сфере террористических атак и боевиков. Как здесь на эту тему говорить? Вот вы знаете, у меня дочка, она, я уже сказал, она офицер, она демобилизовалась просто, но она достужилась до майора, и она всегда нас просила. У нее у старшей дочки три сына, а у младшей дочки три дочки. Так они разделили. Вот, так она всегда просила, чтобы старшим сыновьям, когда, ну, подарки там, день рождения, что-то другое, ничего не покупали, там, танки игрушечные, пушки, военную форму, нет, этого чтобы не было вообще. И мы никогда ничего не купили. У него среди, я ему привозил игрушки, ну, из Америки, из Австралии, возил, ну, возил, никогда ничего не купили. Но все равно, сегодня, вот я сказал, он должен, вот, в январе идти в армию, конечно, мы все очень волнуемся, и, конечно, он хочет идти, конечно же, в боевые войска, и, в общем, короче, это отдельный разговор, он хочет, и он приводит аргументы, что, если не я, это кто, вот это основные аргументы, и все, и у тебя, твои аргументы заканчиваются. А так как родной брат, его папа сейчас вот прямо в армии служит, и вот прямо в боевых войсках, то, конечно, тут ничего не скажешь. Но понятное дело, что мы их специально не говорим, вот там, это вот так, это так. Мы, конечно, стараемся оградить внуков своих и внучек, в частности, конечно, стараемся им лишнего не говорить, и при них особо там телевизор не включать, когда идет то, о чем мы с вами говорили. Ну, стараемся как-то их уберечь от этого. Вот, я еще живу в городе Натания, в котором, по счастью, слава богу, не долетают ни с юга, ни с севера ракеты, поэтому у нас более-менее тихо, ну, то есть, не более-менее, а тихо у нас, и понятное дело, что мы этому очень рады, но не могу сказать, что какое-то специальное обучение, как и в любой стране, любая нормальная мама или бабушка старается, что если что-то не очень хорошее, не показывать, оберегать. Ну, старшие, конечно, понимают, видели этот, вот этот вот проект 7 октября, там, говорят, ну, они уже как бы знают, уже, о младшем еще рано, они все успеют, они, я думаю, Ну, вот вы, да, вы сами вспоминали о том, как после 7 октября, когда опять первого шока отправилась страна, как в страну стали возвращаться резервисты из всех стран мира, как вы правильно сказали, которые вот, молодые люди, а то, может быть, и не очень молодые, которые посчитали своим долгом сейчас вернуться, не бежать, а вернуться, наоборот. Вот как это происходит, как это воспитывается? Я ненавижу слово патриотизм, у меня просто от него, просто уже это какое-то другое, это какое-то чувство, даже не знаю, чувство Родины, чувство ответственности. Как вы это называете? И как это происходит в Израиле? Кто это воспитывает? Или это само происходит? Вы знаете, вообще мне кажется, что единственный способ воспитания действующий, который дает какие-то плоды, это личный пример. Хочешь, ничего нет? Не знаю, я никогда со своими дочками не говорил, садись, поговорим с тобой, я тебе. Нет, такого никогда не было, мне кажется. Вот, и мне думается, что вот дети просто нужно понимать, что дети в доме видят гораздо больше, чем тебе кажется. И чем ты думаешь, что вот это они видят, а вот то, что ты там сделал, или потихоньку там с кем-то поговорил, это они не услышат. Они все слышат, и они все видят. И я думаю, что то, что происходит в Израиле при всех недостатках, которые, безусловно, есть, связаны, безусловно, и с политикой, и с нашими скандалами вечными, и нашими разборками судебной реформы, и не судебной реформы, это все есть. Темперамент, так сказать, происходит с таким темпераментом. Руки участвуют в разговоре. Но вот этот главный стержень, центральный болт, он, видимо, надежный все-таки, сильный и крепкий. Потому что вы, наверное, знаете эту историю, что, конечно, очень многие возвращались, и я когда-то работал в туризме, кроме того, что я занимаюсь как бы юмором, я всегда понимал, что нужно основная задача мужчины это приносить домой деньги. Как ты это делаешь, это никого не интересует. Но я имею в виду в рамках закона. То есть как ты, ни твою жену, ни твоих детей, если ты живешь сам, ты можешь делать все, что хочешь. Но если у тебя есть семья, и ты взял как-то, ну, обеспечить каких-то женщин, мужчин, детей, ты должен к этому относиться. Поэтому я всегда как бы при этом, при всем где-то работал. Я 10 лет поработал директором очень большой компанией туристической. И мне рассказали ребята в самом начале, что очень много поехало людей в первую очередь из Америки. Потому что, ну, так исторически очень много израильтян живет в Америке, молодых, ну, едут покорять, у вас когда-то ехали покорять Москву, а тут ехала лимита только в Нью-Йорк, в Сан-Франциск. Вот, и они все решили как бы возвращаться обратно к какой-то верующей еврею. Там купил порядка 250 билетов. Вы, наверное, слышали эту историю и раздал этим людям, которые... И я позвонил, там у меня остались какие-то связи и говорю, ребята, вы работаете в туризме. Ну, кто это? Кто это? Они говорят, знаешь, мы специально искали. не просто, специально никто не знал. Он не хотел, чтобы знали, кто это, и они так и не выяснили, кто это. Это же не простая вещь, это же не просто раздать всем по-году с колбасой бесплатным. Это же надо выписать билет как-то на него. Нужно посмотреть, паспорт на кого-то выписать. Не нашли. И это тоже какая-то такая совершенно удивительная история. И вот эти верующие, и сегодня 3000 человек верующих, ребят служат в армии. Точно так же, как и они. Которые имеют полное право на освобождение, насколько я знаю, по израильским законам. Они сами пошли, добровольцы. Это тоже вообще удивительная примета времени. Ну, как-то вот так вот они и ты. И самое главное, что ты, когда с ними говоришь, там, вот иногда общаешься с ребятами. Ну, он говорит, да, вот я участвовал в второй ливанской войне, потом у него нет орденов, у него нет никаких медалей. Он как бы, он считает, что, ну как, он пошел защищать своих. И поэтому неуместны совсем эти разговоры там как-то отмазаться от армии. Там как-то что-то придумать. Ну, я не знаю. У меня среди моих друзей уже дети и уже у некоторых внуки я такого не слышал. Наверное, есть. Я не идеалист. Я, конечно, понимаю, что, наверное, такое есть. И, наверное, люди уезжают. И, наверное, люди там себе придумывают какие-то болячки. Но это не носит какой-то массовый характер или, не знаю, я такого не слышал. А, Ян, мы должны уже заканчивать. Хочется, как-то резюмируя наш сегодняшний разговор, задать вам такой вопрос. Что для вас вообще Израиль? Что самое ценное в этой стране, которая является вашей родиной во всех смыслах? Ну, не хочется, опять-таки, там какие-то глупости говорить. Но я в самом начале сказал вам, сейчас повторю, что я мечтал приехать в Израиль. Ну, и я очень хотел. Это не случайно. Можно было в Америку, в Австралию, в Израиле, в Израиле. Нет, я хотел. У меня не было вариантов. Я хотел и сумел уговорить свою жену. Я думаю, что это единственное, чему я сумел уговорить, потому что во всех других отношениях мне этого сделать, если удовольствоваться, то с ужасным скрипом очень тяжело. Поэтому это, наверное, свершение моей мечты. Наверное, как-то так. Ну, и несмотря на то, что, конечно, да, все, 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 чтобы не сочли меня за просто не совсем нормального, я все вижу, все понимаю, есть недостатки, но как жизнь показала, что есть недостатки сегодня, что касаемо еврея, в каждой стране. Но мне кажется, что в Израиле как-то вот получше. Ну что, я желаю скорейшей победы, даже скажу так, я желаю, чтобы скорее наступил день победы настоящей в Израиле и чтобы за столы вернулись все те, кто сегодня находится не со своими семьями. Что тут скажешь? Я тоже выучила Амас Раэль Хай и с удовольствием эту фразу произношу в нашем сегодняшнем эфире. Спасибо вам большое. И вам большое, Ксения, спасибо, потому что вы делаете просто громадное дело, и вы намного больше молодец, чем я. Спасибо вам большое. Спасибо, обнимаю вас. Счастливо. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»